друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал и маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки ну что ж мы как и все участники рынков трейдеры спекулянты и инвесторы конечно же ждем более значимые макроэкономические события этой недели напомню что самый главный релиз на который я рекомендовал вам обратить внимание еще в понедельник это данные по инфляции в сша которые выйдут в пятницу сейчас эта статистика имеет очень большое значение потому что ранее недели ранее от федрезерва в то время как пал выступал перед банковским комитетом сената сша мы получили подтверждение того что фрс все-таки дрогнул и признал сейчас растущие риски инфляции то что это уже стало полноценной проблемой которую нужно решать а не ждать что со временем все само собой разрешится как это было ранее потому что некоторое время назад еще буквально месяц назад фрс придерживался позиции что поскольку рост инфляции вызван временными факторами как только эти факторы сойдут на нет инфляция также начнет корректироваться сейчас уже фрс развернулся буквально смысле нас 80 градусов и начинает транслировать идею которая становится единой для всех центральных банков то что индекс потребительских цен его роста это всерьез и надолго поэтому многие центральные банки уже приступили к более активным действиям которые предполагают ужесточение монетарной политики единственным особняком пока держится европейский центральный банк и пока позиция цб не изменится друзья я думаю что у нас в арсенале списке торговых идей должна быть короткая позиция по евро потому что при мягкой экономической политики европейского регулятора на фоне жесткой политики фид резерва в данном случае за фид резервом стоит доллар оппонент европейской валюты вот пожалуйста та самая идея которую я вам озвучивал несколько недель назад это контраст монетарных политик так вот возвращаясь к данным по инфляции конечно же с вероятностью 99 процентов если даже не 100 можно сказать что в эту пятницу мы увидим новые пиковые уровни по инфляции и это хорошо то что инфляция достигнется новых многолетних максимумов причем эти максимум могут стать экстремуме за последние уже лет 35 друзья посмотрите какая у нас ремарка именно с учетом обозначения сроков и заседание фрс состоится в следующую среду то есть конечно же американский регулятор будет опираться на данные по инфляции поскольку мы с вами ожидаем рост индекса потребительских цен я думаю что уже наверное стоит смириться и готовится к неизбежному это к более высоким темпом сокращение программы количественного смягчения то есть как и ранее предполагалось скорее всего программа в киеве хотят еще миллиардов на 30 что приблизит решение о росте процентных ставок сейчас индекс доллара котируется на отметке 96 15 если вы откроете дневки увидеть это что буквально семь дней подряд мы топчемся на одном и том же уровне это также подтверждает тот факт что рынок не торопится открывать новые позиции потому что хочет получить новое топливо для роста фактически решения и к действия потому что все устали уже торговать на ожиданиях если такая позиция сохранится и дальше то соответственно вот эту локальную проторговку вялую динамику и консолидацию практически по всем инструментам мы будем наблюдать вплоть до оглашение решения федрезерва следующего в среду то есть еще практически неделю по другим финансовым активам это европейская валюта 1 1290 сейчас но ло вчерашнего дня был на уровне 1 1226 в целом евро остается под давлением мы очень хорошо снижались в рамках вчерашней торговой сессии сейчас в целом приоритет остается еще вниз как я только что отметил поскольку европейский центральный банк еще не подключается к другим центральным банкам которые готовы уже уже точить монетарную политику евро можно шортить и далее причем по фундаментальному фону блок макроэкономических данных промышленное производство минус 0,6 процента индекса бизнеса оптимизма 29 9 снижение четвертый месяц подряд если разбираться в причинах снижения они на мой взгляд ну крайне очевидны это проблемы с логистикой срывы цепочек поставок высокая инфляция и ухудшение афона к видного который конечно же заставляет сейчас трястись о многих предпринимателей если не всех потому что ухудшение дальнейшей ситуации в виде роста числа заболевших это приведет к новым ограничительным мерам локдауна в германии в принципе уже частично действует и самый главный вывод который нужно сделать и статистики зию поскольку она оценивает бизнес оптимизм и экономические ожидания на 6 месяцев вперед соответственно бизнес пессимистично настроен пессимистично смотрит на эти шесть месяцев вперед что создает условия для более скромных и вялых показателей экономического роста германии ведущей экономики валютного блока как часто называют локомотивом и с наконец этого года и на начало следующего года при таких перспективах я думаю что понятно наверное позиции европейского центрального банка которая не торопится также сокращать программу количественного смягчения уж тем более анонсировать сроки первого повышения процентной ставки а еще одна плохая статистика во франции вчера был зафиксирован просто какой-то шокирующий показатель по росту числа заболевших 59 тысяч новых случаев это максимальный уровень с ноября 20 года и при таких цифрах я уже даже друзья засомневался кто же из регионов будет следующим кто пойдет на ограничение такого формата как сейчас уже действует в германии предполагал что это будут нидерланды дания но при такой статистике франция или даже италия могут опередить эти регионы рисков для евро достаточно если вы не согласны с таким фундаментальным фоном вы должны были найти причины для роста европейской валюты тогда если у вас есть время и опять же фидбэк с вашей стороны был бы полезен если вы оставите комментарий так другие финансовые инструменты это bitcoin 50000 с небольшим скажем так по биткойны во-прежнему смотрю вниз из-за того негативного новостного фона который сложился если действительно эксперты окажутся правы и причиной снижения которые мы видели выходные все-таки растущая вероятность дефолта evergrande то пока эта тема не будет закрыта рынок криптовалют она не отпустит и каждый раз когда а трейдерам придется возвращаться к тому что просрочен очередной оплатеж что априори приближает возможность коллективного иска со стороны инвесторов это будет бить по позициям рисковых активов и криптовалютной индустрии тоже поэтому в качестве цели я допускаю что уровни 40 или даже ниже мы точно еще увидим американский фондовый рынок 4 700 и фактически прежние исторические максимумы снова хочется сказать что все нипочем американской фонде и на всем она растет ну сейчас наверное справедливости ради стоит отметить что есть причины для улучшения рыночного настроения опять же это рост числа заболевших новым штаммом если говорить о микроном он не сопровождается параллельно таким же ростом числа госпитализации и ряд экспертов уже высказываются что новый штамм вируса не станет причиной таких серьезных последствий для людей как прогнозировались ранее и за эту идею очень сильно зацепились те кто спекулирует нефть потому что мы фактически несколько дней подряд видим как рынок нефти растет но каждый такой комментарий относительно того что новый вирус будет а не столь негативным и серьезным по последствиям чем ожидалось ранее все это сопровождается формулировкой того что может быть а потому что информации еще мало вы должны иметь ввиду друзья если вы торгуете на средний долгосрок нужно работать с фактами а не с предположениями и пока факты таковы опять же ситуация в еврозоне доказывает что очень многие опасаются того что вирус будет разрушительным поэтому сохраняющиеся вероятности новых ограничений пока что лично меня удерживает в коротких позициях по нефти но в то же время прекрасно понимаю что если бренд прорвется выше 76 50 нужно будет пересматривать свою точку зрения еще один актив на который хотелось бы обратить внимание это австралийцы против доллара сейчас котировки 0 7126 австралийцы вырос после итогов резервного банка австралии заседания точнее оставили и ставку программу количественного смягчения в силе но трейдеры сами додумали что из-за роста инфляции резервный банк австралии также слезет забор и подключится гонки за ужесточение монетарной политики следующем и возможно произойдет уже в феврале когда состоится а следующее заседание резервного банка австралии напоминаю что сейчас котировки 0 7126 и эксперты сети рекомендуют покупать на входе этих итогов а пару по с целями 0 73 и выше я же друзья рекомендую по-прежнему фокусироваться на перспективах евро как основной валютной паре и идеи потому что здесь я фон прям пестрит факторами которые указывают на то что европейскую валюту могут пролить еще сильнее на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии всем пока